Марка 4, начнем с 3-го стиха. Слушайте, вот вышел Сеятель Сеяти, когда Сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. И когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, а иное сто. И сказал им, кто имеет уши, слышит, да слышит, что Дух говорит церкви. Посмотри на соседа и скажи, сосед, я убежден, что должно быть больше. Должно быть больше. Вы можете садиться, пока это все Писание, да приложит Господь благословение к чтению и слышащим Слово Сие. В моем духе сегодня, я застрял в Чикаго на два часа на взлетной полосе, что порождает не что иное, как молитву. Человек рядом со мной заказал пять кровавых мэрий за двадцать минут, наверное. В около двадцать минут. Так что я уже молился просто за него. И я продолжал слышать в моем духе, должно быть больше. Ваша тема уникальна. Восстановление. Простое слово. О восстановлении часто думают, как о возвращении того, что ты потерял. Но правда в том, что восстановление, это не только возвращение потерянного, это получение большего, чем ты потерял. Когда что-то восстанавливает, оно стоит больше, чем когда было новым. Если я восстановлю Шеви шестьдесят седьмого года, сегодня я могу продать его за сорок тысяч долларов. Когда кто-то покупал его в шестьдесят седьмом, он стоил лишь две. Восстановление, это не только получение назад того, что потерял, это получение большего, чем ты потерял. Восстановление, это грязно. Если вы когда видели восстановление дома, иногда проще построить новый дом, нежели восстановить старый. Это сбережет тебе время, деньги и сердечные приступы. Но есть нечто в восстановлении того, что когда-то было. И ты начинаешь сошкрябывать слои краски и обоев, и начинаешь видеть изначальное видение, намерения, которые были у архитектора, когда он изначально делал это, и тогда ты можешь насладиться прелестью того времени. Не только ты можешь насладиться прелестью и ностальгией, но ты способен приложить эти богатства и культуру и характеристики к себе. В вагончике может жить кто попал, оно требуется некто особый, чтобы жить в доме эпохи викторианства. Это будет тот, кто культурен и имеет характер, это не купишь. Этому надо учиться. Тебе надо понимать намерения архитектора. Когда мы начинаем процесс восстановления, я опасаюсь, что то, что мы называем восстановлением, это не восстановление. Это построение чего-то нового. Мы создаем или восстанавливаем, или начинаем что-то новое. Новое движение. Настоящее восстановление начинается со сознания, в чем же был изначальный Божий план. Каковы были его изначальные намерения? Он и есть архео. Он и есть изначальный архитектор вселенной. Настолько, что богословы даже говорят нам, что даже атеистам, сама природа, свидетельствует, что Бог есть. Лишь дурак говорит в сердце своем, что Бога нет. Когда ты смотришь на вселенную, порядок вселенной свидетельствует, что в этом принимало участие божество. Empire State Building сама у себя не построила, и Хагия София не построился сам, и площадь Святого Петра не появилась сама, когда смотришь на них, это очевидно. Это не была просто куча камней, которая сформировалась сама в Empire State Building, что кто-то должен был иметь видение для тех камней сформировать и создать. Бог, архитектор мира, его зовут Архео, он в Ветхие Днями, который от начала создал все. Его называют и Павел, и ранние греческие богословы. Они его называют Тимано-Силантропосеус. Единственный Бог, который воистину любит человечество. Он единственный Бог, который воистину любит нас. Он любит нас настолько, что не сотворил нас, как просто творение, но дал нам свою собственную тождественность, его собственные образы, его собственное подобие. Дал нам свою собственную генную структуру, дал нам свое собственное естество, дал нам свои собственные атрибуты, дал нам свой собственный акцент, дал нам свою собственную энергию, дабы мы могли разделить то, чем он был. Он сотворил нас со свободой воли и дал нам свой величайший дар, что есть человеческая воля, волю решать. А именно это и есть истинное начало Божьей божественности. Высвободил человечество. У тебя есть выбор быть тем, кем ты хочешь быть, делать, что ты хочешь делать. Хорошее или плохое, быть с Богом или с дьяволом, жизнь или смерть — это твой выбор. И выбирая, ты постоянно задействуешь природу Бога. Вот почему дьявол никогда не любил тебя. Он не любил тебя тогда, он не любит тебя теперь. Меня удивляет, что люди говорят, «Ты знаешь, в той поры, как я в пассе, дьявол теперь воюет против меня». Он не начал бороться против тебя, когда ты в пассе. Он всегда боролся против тебя. Он ненавидел тебя, когда ты был в миру. Чего это мы верим, что дьявол любил людей, когда они в миру? Когда ты не спасен, он что угодно для тебя делает. Это лох. Он уничтожит тебя и убьет тебя, и поглотит тебя. Он ненавидит тебя и там, потому что ты образ. Образ Бога. Каждый раз, когда он смотрит на тебя, и меня не волнует, накрекет или флишь с тем, знакомым не женат. Каждый раз, когда он смотрит на тебя, ты по-прежнему образ Божий, который он ненавидит. Он никогда не сможет осквернить образ. Вот что Бог сделал, чтобы драконить его. Ты можешь в саду обмануть их, но я оставлю им образ, просто чтобы позлить тебя. Так что, невзирая на то, что ты сделаешь с ними, ты никогда не сможешь отнять у человечества то, что я дал им. Диаикония, это уникально. Потому что икона, что значит образ, аикония, в греческой церкви есть иконы, в православной истерийской церкви есть иконы, но более того, икона еще обозначает и окно. Это окно в иные сферы. Мы сотворены по образу Божьему. Мы окна. Каждое из нас есть окно к чему-то намного более глубокому. И однако мы размениваемся на простоту. Хотя мы глубокие творения. Мы размениваемся на определение Бога, идущими с воскресной школы. Суммация наших проповедей всегда возвращается к этике и морали. Потому что мы так и не смогли прогрессировать к духовным сферам. Услышь меня. Так что, будучи пасторами, мы видим, что все время пытаемся сказать вам, «Ты закроешь иринку, а ты опусти юбку». Мы спускаем к конференции, и хорошее время проповедования, рассказывая тебе то, что ты уже должен и так знать. Павел говорит, «Я хотел бы поделиться с тобой духовными вещами, но не могу, потому что ты плотской». Иисус говорит, «Много еще имею сказать вам, но вы не сможете их снести». Кто там написал книгу евреям, будь то Аполлос или Павел, мы не уверены. Но кто бы не написал ее, мы знаем, что когда они писали ее, они сказали, «В это время вам надо быть уже учителями, но нам приходится заново учить вас. К этому времени вам уже надлежит питать других, но нам приходится кормить вас молоком Слова Божьего, потому что вы никак не перешагнете внешнего человека. Человек — это триединое творение. Он есть тело, душа и дух. И это то творение, которым Бог сделал тебя, дабы ты мог разделять множество. Однако, большая часть наших проповедей о проблемах плоти и души, а ведь человек, во-первых, дух, а не, наконец, дух. Он, наконец, тело. Бог не телу твоему дал дух, а твоему духу дал тело. У тебя сначала был дух, а не тело сначала. И однако мы пренебрегаем духом, потому что мы не способны сожреть до места восприятия истины, потому что мы не хотим истины, потому что если мы примем истину, нам придется быть подотчетными, и истина об истине в том, что мы не хотим взрослеть. Намного проще, когда мамочка тебе мясо нарезает, одевает тебя, облачивает твои щита, одевает тебя, подмывает твою попку. Ведь намного проще, когда она заботится о тебе вместо того, чтобы ты возрождал и понимал ответственность, и нес в вес ответственности за то, что ты взрослый. Однако в церкви мы пренебрегаем духовным. Однако Иисус сказал, послушайте слова Христа. Он говорит, когда термин выходит бросить семя, три четверти семени уничтожены. И одна четверть падает на хорошую почву. Привет, хорошая почва. И однако, на хорошей почве, некоторые из нас произведут лишь 30 крат. И некоторые из нас произведут лишь 60. И некоторые из нас произведут во 100 крат. Меня удивляет, что люди, которые воспроизводят только 30 крат, никогда не стремятся к большему. Они довольны. Я лишь хочу быть спасенным лишь бы. Лишь бы попасть хотя бы на небеса. Спастись лишь бы. Только бы не в ад. Вместо того, чтобы признать, что внутри них есть глубокое стремление, они игнорируют постоянный вопль их духа, который говорит, Бог есть больше, нежели то, к чему мы были призваны. Есть больше, чем то, что мы переживаем. Есть больше, чем то, с чем мы смирились. Есть больше для духовных людей, приходящих в церковь, нежели просто приходить в церковь, нежели просто исполнение минимальных моральных обязательств, чтобы попасть на небеса. Есть больше, нежели просто жить правильно. Есть больше, нежели просто платить по счетам. Есть больше, нежели просто говорить на языках. И раб в неделю танцевать, и кричать, и славить Бога, и платить свою десятину. Есть нечто внутри тебя, что исполнено в величии и глубины. Оно в ошеломлении, потому что ты игнорируешь это. Это желание высвободиться. Это божественная сущность, которая в каждом из нас. Это искра, как называют это в Мармониде. Павел говорит, что это Дух Божий, который в нас. Христос в нас. Надежда славы. Надежда большего измерения в Боге. И однако мы смиряемся с меньшим. Павел сказал это так. Послушайте, что Павел сказал. Павел сказал, «Я прорываюсь». Послушайте, что он говорит. «Вы этого легко не получите. Я прорываюсь к цели ради почести вышнего звания во Христе Иисусе». Не может быть высшнего призвания, если нет низших призваний. Мы разменялись на низшие призвания. Вместо того, чтобы прорываться к высшим призваниям, мы согласились со спасением лишь бы, но не с полнотой Царствия Божьего. Смотри, тридцать крат, шестьдесят крат, сто крат. Бог говорит Моисею, «Я хочу, чтобы ты сделал мне скинию». Вот размеры. Должен быть внешний двор, должно быть святое, и должно быть святое святых. Еще это называют наисвятейшие. Должны быть три сферы приближения к Богу. Внешний двор больше, чем все остальное. Могу я сказать вам, что будет намного больше людей тридцать крат, чем людей шестьдесят крат? Будет много людей, которые лишь хотят, лишь хотят, они лишь хотят, чтобы им помогли, лишь бы хотя бы забраться. Я хочу остаться христианином просто в сердце. И никогда не стремиться к большим измерениям за этим. Тридцать крат. Внешний двор. После он говорит, что есть святое, святые сферы. Во внешнем мы видим медный жертвенник, жертвенник всесожжений. После мы видим святое. Там три вещи. Стол, хлебов, предложение, светильник и жертвенник для курения, говорящий о силе Духа Святого. После, конечно, святое святых, где трон Божий или ковчег Завета стоит. Заметьте, что праздников тоже три. Есть праздник Пасхи, Пятидесятницы и Кущи. Внешний двор связан с Пасхой. Он говорит про кровь Агнца, говорит об оправдании, говорит о спасении. Мы спасаемся во внешнем дворе. Да, внешний двор впечатляет, если ты там никогда не был. Ты идешь во внешний двор, и там разбрызгивают кровь, огонь, там все омывают, и священник заклинает. Люди ходят повсюду, что-то продается, и люди наводят весь этот шум, рясы и воскрилия. Во внешнем дворе впечатляет, если ты там раньше не был. Но после того, как ты там уже 20 лет, после того, как ты был во внешнем дворе 25 лет, говоря, я так рад, что я спасен. Казалось бы, должно появиться у тебя любопытство, что же происходит во цветов, что же, что-то в тебе захотело бы увидеть, что Бог делает вон там, что же тебе не разрешают увидеть. И однако, как христиане, мы не хотим идти, мы не хотим идти, куда нам не разрешают, потому что мы боимся, что Бог убьет нас. Мы боимся. Нам говорят, не ходи туда, это опасно, оставь это в покое, лишь на небеса попади. Не задавай Богу вопросов. Не спрашивай вопросов у Бога, и вдруг внезапно появляется это ложное богословие, мы боимся спросить у Бога, как будто бы есть то, что ты спросишь, на что Он не может ответить. Истина в том, что когда нам говорили не вопрошать у Бога, на самом деле они говорили не вопрошай у проповедника, потому что Он не может ответить тебе. Бог никогда не боялся твоих вопросов. Бог единственная личность, кому можно посмотреть прямо в лицо и сказать, я не верю в тебя, и Бог ответит это, ничего не меняет. Потому что если ты не веришь в меня, я не перестану быть Богом. Ты можешь не верить в меня на всю катушку, твое неверие не меняет того, кто я есть. Я творил тебя не потому, что мне надо было кем-то стать, я был прежде, чем сотворил тебя. Я сотворил тебя, дабы ты мог признать меня, но если ты не хочешь признавать меня, это ничего не меняет, я по-прежнему тот, кто я есть. Должно быть больше, чем церковь воскресения и библейские занятия во вторник вечером. Должно быть больше, чем воскресная школа и миссионерская деятельность и евангелизационные программы. Должно быть больше, нежели разработка еще каких-то программ для удовлетворения нужд людей. Нам надо делать больше, нежели конкуренция с мирским сообществом, мы духовное творение. И что-то внутри церкви вопит, что-то в спячке страдает, в голоде. Есть люди, которые говорят, Бог, я что, отступник? Я не вписываю, что не так со мной. Почему, когда я говорю со всеми, мне кажется, что я сумасшедший? Почему мне кажется, что что-то со мной не так? Почему, когда я говорю с другими христианами о моей жажде по Богу, о моем желании Его лица, о моем голоде к молитве и стремлении к посту и к Его присутствию, все, чего хочется им, это в Макдональд, сплетничать и говорить о том, о чем. Почему мы умоляем присутствие Божье до эмоционального переживания, которое можно включить, можно выключить, и как только ты выходишь, ты даже не помнишь, что говорил проповедник, лишь пытаясь узнать, какой из ресторанов еще открыт, где можно еще петь на цыпленка табака, пока они не закрылись. Вот до чего не звела себя церковь. Мы упустили цели и план Божий, потому что мы разменялись на 30 крат. Мы потеряли жажду по Богу. Я не думаю, что мы потеряли. У некоторых из нас никогда этого и не было. Мы никогда сполна не хотели чего-то, что больше, чем мы. И мы разменялись на религию вместо страсти по отношениям. Один из великих латинских отцов сказал, «Знать Бога и подражать Ему». «Знать Его». Это был итог переживания Павла. В конце всего, что Павел сделал, он говорит, «Знаешь, чего я хочу?» «Я хочу знать Его». Уж из всех-то людей. Павел говорит, «Я хочу знать Его». Павел, ты Его не знаешь? Ты видел Его? Он тебя с коня сшиб. Павел, который был в арабийской пустыне 3,5 года, и говорит 14 лет в теле или не знаю, вне ли тела, не знаю, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать, не видел того глаз, не слышал уха, не приходил то на сердце человека, что Бог приготовил любящим Его. Павел, ты хочешь познать Его? Павел говорит, «Я хочу познать Его». Что еще ты хочешь узнать, Павел? Чего ты жаждешь узнать? Павел говорит, «Есть вещи в Боге, которых я даже не предвкусил еще». Если итог моей веры – это что Он сделал, то я никогда не увижу, кто Он есть. Если я живу все, чем я живу лишь на основании моего прошлого, я никогда не ощущаю, чем Бог становится для меня теперь. Все наше свидетельство построено на том, что Бог сделал, а не на том, что Он есть. Кем Бог был для кого-то еще, а не кто Он есть для нас. Вот глубокий текст. Послушайте это. Потому что, когда я прочитал это, это напугало меня до полусмерти. Иисус говорит, «Никто не может обрести душу свою, пока не потеряет ее». Я сомневался в этом. Как может человек потерять душу свою? Как мы можем потерять свою душу? Вообще, зачем ты говоришь нам терять свою душу? Это кажется немного еретичным. Но уж коли Иисус сказал, «Это и не может быть ересью». Но мы не проповедуем этого. Мы избегаем этого. Слишком глубоко, слишком емко. Но однако, я думаю, что Бог призывает каждого из нас потерять свою душу. Я думаю, что каждый из нас получил свою веру в качестве дара от кого-то еще. Каждый из нас, когда мы сделали решение следовать Христу, если через православие или литургическую церковь ты был крещен ребенком, твоя вера была результатом веры в Викария через твоих родителей, которые признавали и крестили тебя водой. Если ты пришел через фундаментальное христианство, ты принял ее на основании чьего-то свидетельства. Сила слова проповеданного, жизнь твоего учителя воскресной школы, Христос был представлен тебе кем-то еще. Ты не имел своего собственного откровения. Твоя вера в Него основывалась на чьей-то еще вере. Их вера вожгла вашу веру. Это была твоя вера в их веру в Него, которая привела тебя в царство. Это не было воистину твоя собственная вера. Ты еще не разбил в себе веру. Ты просто был в таком восторге от их рвения по Богу, что ты поверил в Него, потому что они сказали, что Он реален, потому что они свидетельствовали о Нем. Так что Бог рукоположил и сказал, «Это хорошее свидетельство, это нормально для тебя, но будет момент в твоей жизни, где я вздеру себя в формулировке твоей мамы и определение твоего проповедника, и я позволю тебе потерять все, что ты когда-либо строил. Я сорву это все, пока ты не посмотришь мне в лицо и скажешь, «Бог едет ли на самом деле?» «Бог едет!» «Бог, это правда ты?» «Что я упустил?» Пойми, это не пугает Бога. Бог хочет, чтобы ты сказал это Ему. Потому что когда ты окажешься в Нем в комнате, Он будет бороться с тобой, Он будет встречаться, Он победит, Он будет сверху, но когда ты выйдешь из этой комнаты, ты выйдешь уже, не говоря, «Моя мама сказала мне», ты выйдешь, говоря, «Я потерял душу мою, но обрел ее снова, я нашел Бога для тебя, я нашел отношения, я нашел переживания, определение Бога, которое не основывается на том, что кто-то еще сказал. Это мое собственное переживание, это мое собственное откровение. Вот почему нам надо перестать говорить об апостоле Фоме, говоря, что Фома был неверующим. Фома не был неверующим. Апостолы пришли и сказали Фоме, «Он жив!» Мы видели его собственными глазами. Фома сказал, «Вы видели его, но доколе я не увижу его сам, пока я не коснусь его рук и его ребер, я не могу верить в ваших слов». Мне нужно мое личное свидетельство, мне нужно мое личное переживание, мне нужно познать его лично. Посмотри на своего соседа и скажи, «Мне нужно мое личное переживание». Должно быть больше, нежели мы переживаем. У меня есть несколько минут? Откройте со мной, если можно, 1 Иоанна 2. 1 Иоанна 2. Послание Иоанна написано в основном, чтобы противостоять гностицизму. Во 2 главе 12 по 14 стих, мне нравится это, это надо услышать Духом Цветым, потому что Иоанна определяет нечто. 12 стих. Через минутку я начну еще проповедовать. Послушайте 12 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Заметьте, что есть три уровня. Дети, юноши и отцы. Я пишу вам, дети, потому что грехи ваши прощены вам. Если итог твоей веры — это лишь победа греха, вы малые дети. Если итог твоей веры — это вопрос лишь греха, вы дети. Если итоговый баланс твоего переживания с Богом — это лишь пытаться остаться спасенным. Просто пытаться не грешить. Что-то не так с тобой. Если ты был женат, вышла замуж, и уже 20 лет в браке, а ты все еще борешься за то, чтобы остаться верным. После 20-ти лет в браке, ты все еще не определился, что это та самая. И однако все, чего мы хотим, мы хотим, чтобы проповедники запроповедовали нас обратно в святость. Проповедуйте, чтобы я снова спасся. Мы ходим со служения на служение, просто пытаясь остаться спасенными. Это все. Я просто пытаюсь остаться спасенным. Вот почему ты не можешь затронуть чью-либо жизнь. Ты никого больше не можешь привести в царство, потому что ты слишком занят тем, чтобы самого себя там удержать. Ты бесполезен для царства Божьего. Ты ничего не произвел. О, как притихли. Некоторые из вас. Что-то неправильно в нас. Я пишу к вам, юноши, потому что вы сильны. Я пишу к вам, отцы, потому что вы познали безначального. Когда ты ребенок, ты разбираешься с вопросом греха. Когда ты юноша, ты разбираешься с вопросом силы, основанной на твоем познании Слова Божьего. Когда ты отец, ты знаешь его. Ты знаешь его. Это то, куда нам надо прийти. Нам нужно определить его. Но мы не можем описывать его, потому что нам надо 30 минут потратить, описывая вас. Нам надо рассказать тебе, что ты грешник. Что ты жалкий негодник. Ты не подходишь для Божьего присутствия. Ты должен молиться, чтобы остаться. Паститься, чтобы удержаться. Смиряться, чтобы не притыкаться. Но есть духовные вещи о Боге. Павел сказал, или Аполлох. Кто написал книгу евреям? Павел, ради вескости доводов. Павел пишет в книге евреям, что он хочет показать таинство Мелхизидека. Иисус был первосвященником по чину Мелхизидека. Но он даже не может рассказать нам о нем. Почему? Потому что вы не готовы к этому. Вот что он говорит. Он говорит, вы не готовы справиться с этим. Я хочу пойти глубже. Но я не могу копать, потому что вы слишком заняты, спорят друг с другом. Слишком много разделений среди вас. Вы хвалитесь, в чью церковь вы ходите. Кто твой любимый проповедник на этой неделе? Кто твой любимый евангелист? Кто тебе нравится? Кто тебе не нравится? С кем ты согласен? С кем ты не согласен? Как будто бы ты квалифицированный ученый, чтобы соглашаться и не соглашаться с богословами. И он говорит, я жажду дать вам глубины Божьей, но я не могу. Потому что вы не готовы к этому. Наш дух жаждет должно быть больше. Должно быть больше, чем это. Не говорите мне, что вы тратите все это время, приезжая на такие конференции, тратите деньги, одеваясь, выезжая сюда. Собирайте всех этих людей сюда для того, чтобы просто сказать, ух, это было чудесно. С нетерпением ждут следующего года. Интересно, кто будет проповедовать? Кого они пригласили? Кто они сказали, приедут в следующем году? Я не расслышал. Наверное, придется купить те кассеты. Они были очень-очень интересны. Если бы мы на самом деле верили, что Бог говорит к нам, было бы все иначе в интенсивности нашего служения. Была бы разница в нашем подходе. Мы бы не опаздывали и не уходили раньше. Мы бы жаждали, выжимали каждое слово, как будто это Бог говорит к нам. Потому что Он и говорит к нам. Однако мы не способны воспринять и разуметь это. Мы не способны различить это. От 30-ти крат к 60-ти и к 100-ти кратам. От внешнего двора во внутренние и во Святой Святых. От Пасхи к Пятидесятницы к кущам. Мы тратим всю жизнь на Пасху, разбираясь с вопросом греха, разбираясь с правильной жизнью, разбираясь с вопросом крови Иисуса. Вот почему я говорю людям все время, разрешите еще раз вас разозлить. Я не прочь подраконить ваше богословие, потому что оно все равно не всегда право. Есть юродивое богословие о крови Иисуса, мне просто придется снова с этим связаться, я связывался с этим раньше и свяжусь снова. Мне нравится связываться с этим, потому что это взлит людей. Так что я продолжу говорить это, пока они не согласятся со мной. Потому что я прав. У кого грец больше, тот и прав. Это прав. Это банально. Но опять же, как мы можем прогрессировать, пока мы не закончим, не утвердим этот вопрос? У нас юродивое богословие о крови Иисуса, по какой-то причине. Иногда юродивое богословие рождается не от того, что люди целенаправленно пытаются ввести нас в заблуждение. Иногда это искренние попытки описать то, что есть таинство. Ересь в ранней церкви не всегда была атакой дьявола. Иногда это были искренние люди, просто пытающиеся определить Бога. Их определения иногда были неадекватными, и их приходилось запрещать. Пример. Несториане. Ариане. Севелейцы. Юродивое определение Бога маникейцы. Но искренне влюблены в Него. Итак, у нас есть кровь Иисуса, что говорит о внешнем дворе, в котором есть праздник Пасхи. Весь праздник Пасхи в том, что применяется кровь, и когда кровь применена, ангел, смерть не проходит мимо. А мы продолжаем говорить людям, что кровь была пролита для тебя. Кровь была пролита не для тебя. Притихли. Это нормально. Я знаю, я знаю, я знаю, что вы ходите в университет Урала Робертса, и они учили вас. Я согласен, я согласен, я согласен, я просто предлагаю иную перспективу. Позвольте мне такую роскошь на секунду представить иную версию. Кровь никогда для нас не проливалась. Библия исключительно в Ветхом Завете, что кровь не принадлежит людям. Кровь принадлежит Богу. Бог говорит, когда убиваете животное, отдайте кровь мне. Можете забрать жир, но кровь принадлежит мне. Вы можете забрать кожу, но кровь принадлежит мне. Ты можешь взять все, что хочешь, хоть бургер, если хочешь, сделай, но кровь принадлежит мне. Будешь делать бургер, проверь, чтобы был без крови. Если ешь стейк, то проверь, чтобы не было крови. Потому что кровь не для тебя, кровь для меня. Потому что жизнь в крови, и я беру жизнь за жизнь. И если ты ешь с кровью, то ты берешь жизнь съедаемого в себя. Только Бог может принимать жизнь умершего в себя и сделать из нее примиряющую, прощающую и умиротворяющую жертву. Так что кровь не пролита для нас, она пролита на нас. Для Него. Может, это красиво смотрелось на видео, но это было у Бога в богословии. Кровь пролита не для нас, она пролита на нас. Она пролита на нас для Него. Дабы, когда Он придет, когда Ему нужны расчеты, кровь идет как платеж. Он берет ее себе и дает нам жизнь, обменивая жизнь на кровь. Вот почему ты не можешь ходить повсюду, разбрызгивая кровь. Да, я брызгал кровь, как и вы брызгали кровь. Брызгал. Как там правильно? Призывал его кровь. Где в Писании нам говорится призывать его кровь? Не мы призываем кровь. Кровь сама взывает. Кровь взывает, говоря лучше, нежели кровь Авелева. У его крови есть голос. Нам не надо применять кровь. Не мы ее применяем. Он применяет кровь. Только первосвященник имеет власть применять кровь. Это богословие. Видишь, ты теперь запутался. Некоторые теперь злятся на меня. Но это освободит тебя. Позвольте мне сказать почему. Потому что ты тратишь свое время впустую. Тратишь время на молитвы, которые не работают. Потому что они библейски некорректны. Они хороши. Но настало время подняться выше. В свое время они работали. Но теперь, когда вы больше знаете, вы должны отдавать отчет этому. Кровь не для того, чтобы покрывать ею твою машину. Моя машина под кровью Иисуса. Из-за того, что у тебя плохая кредитная литвия, ты не можешь позволить тебе нормальную машину. Как смеешь ты отвернять святую кровь Христову своим ведром с болтами? Это твое ведро. Его кровь не проливалась за твою машину. Его кровь проливалась за твою жизнь. Мне машину этой кровью мазать. Получи работу, оплати свои долги по кредитам и купи хорошую машину. И не понадобится призывать кровь. Шанда. Шуда москида. Кикстартер Хонда. О, мама, мне не нужно. Канасира, ма сангласси. Не покидайте меня. Говорите языками, пророчествуйте. Дайте мне знать, что я в пятидесятнической церкви, харизматической, баптистской, что угодно. Я не знаю, кто вы. Я сам не знаю, кто я уже. Я просто верю в Бога. В моем сердце. Послушай, кровь не применяется к вещам, она применяется на жизнь. Она применяется Иисусом, первосвященником веры нашей. Он применил кровь Иисуса к нам, чтобы разобраться с этим вопросом раз и навсегда. Суть крови в том, что кровь невозможно применить много раз. Если ее применять много раз, надо много раз убивать жертву. Не может быть множество убиений Христа, потому что Христос не много раз умер. Он умер однажды за все. Библия говорит, что он умер однажды и больше не умрет. Однажды его кровь применилась. Она применена и больше нет нужды применять ее. Он пришел в гневе, он получил кровь, платеж погашен. Вопрос внешнего двора решен. Вопрос 30-ти крат решен. Вопрос праздника Пасхи решен. Он стал нашей Пасхой. Сила крови. Позвольте освободить вас. Кровь делает три вещи. Она освобождает тебя от тебя. И, вероятно, с этим сложнее всего разобраться. Кровь лишает голоса обвинения твоей совести. Кровь — это достаточный платеж, после которого твоя совесть не пытается выплатить то, что заплатить ей было не по карману. Таким образом, твоя совесть замолкает, потому что она знает, что цена была заплачена. Не только это. Кровь не только затыкает твою совесть. Кровь решает проблему Божьего гнева. Бог хочет убить тебя. У Него есть право убить тебя. В отмене за грех смерть. И Он идет убить тебя. Он должен получить оплату. И когда Он приходит убивать, Он не может. Почему? Потому что там кровь. Бог, всесильный, всемогущий, не способен пройти через кровь, чтобы востребовать свою оплату, потому что кровь утихомиливает Его гнев. Так что тот, кто всемогущий, не может переступить завета, который заключил со своим сыном. Завет, который он заключил со своим сыном, что где есть кровь, мой гнев утихает. Так что когда Он приходит востребовать то, что по праву Его, Его, если Бог, не может убить меня, даже хотя я и заслуживаю быть убитым. Если кровь достаточно сильна, чтобы остановить Бога, кто есть всесильный, всемогущий, святой, полон славы, владычества, величия, если кровь может остановить Его, если сам Бог не может коснуться меня из-за присутствия Его крови, что заставило тебя думать, что дьявол имеет власть перешагнуть кровь Иисуса и ранить и прикасаться к тому, что Бог ответил. Все решено. Все решено. Посмотри на своего соседа и скажи, все решено. Это новость. Перестань волноваться про 30 крат, это сделано. Вы все счастливы в крови. Просто рады за кровь. Ты не остаешься с кровью. Кровь была применена, двигайся дальше. А ты все возрадовала сердце мое. За кровь Христа. Слава имени Его. Тебе надо двигаться дальше этого. Тебе надо двигаться до предела крови Иисуса. Вот что мы узнаем. К силе Его Духа. Недостаточно разобраться с вопросом крови. Надо разобраться с вопросом Духа для того, чтобы двинуться от 30 крат к 60. 30 крат разбираются с вопросом спасения, с вопросом крови, с вопросом применения силы Христа или любви Христа к Его людям. В вопросах разбора к соправданиям мы оправданы. После ты идешь за пределы этого к освящению или к силе Духа Святого. Когда ты принимаешь Духа Святого, это 60 крат, 30 крат, 60, 100 крат. Внешний двор, внутренний святое святых. Пасха Пятидесятница Кущи. Пятидесятница. Это второй праздник. Это праздник, празднуемый в горнице. Это праздник, где Дух Святой исходит. Это праздник, который праздновали 120 трубами. Могу я пророчествовать вам, что это не впервые, когда 120 труб трубят? Когда Бог посвящал свой первый храм, который построил Соломон, Библия говорит, что Бог сказал Соломону взять 120 серебряных труб и посвятить храм 120 серебряными трубами. Это уникально, что в день Пятидесятницы, когда Бог строил новый храм, у него было 120 пророков, 120 голосов, 120 мужчин, женщин, мальчиков и детей в комнате, которые начали пророчествовать и славить Бога и поклоняться Богу, когда они освящали начало нового храма. Не храма, который в Израиле, но храма нерукотворного. Вы есть истинная обитель Господа Иисуса Христа. Могу я отвести вас на следующий уровень? Вы не готовы к этому, но я подброшу это вам все равно, просто чтобы вы захотели копнуть глубже. Каждый раз, когда был юбилейный год, звучала труба, откуда знать, что наступил юбилейный год? Юбилейный год разбирался с вопросом восстановления. Восстановление это вернуть то, что потеряно, не только вернуть то, что потеряно, но и больше, чем потеряно. Год юбилейный не только разбирается с вопросом экономики, он разбирается с вопросом образа. потому что как выплачивали свои долги в Ветхом Завете, это продавая своих детей в рабство. Так что сыновья покидали дом своего отца, или свою первую недвижимость, продавались в рабство под попечителей и домоправителей, смотрителей за рабами, работали на других людей, пока не наступит юбилейный год. Когда звучала труба, это был юбилейный год, сыновья, которые их продавали в рабство, возвращались домой. Они отправлялись в рабство мальчишками, возвращались мужчинами. Они ушли в рабство безбородыми, сухопарами, бледными. Они возвращаются домой, полный мускул и силы, с бородой, взрослыми мужиками. Так что мать, сидя на кухне, выглядывает, делая сырный суп, зовет мужа, Симон, иди сюда, посмотри. Идет парень по улице. У него твоя походка. Ух ты, он выглядит, как ты. Смотри, такие же большие уши, как у тебя. Лохматые брови, прямо как у тебя. Он мог бы быть нашим сыном. Да он и есть наш сын. Он возвращается к нам, выглядя как ты. Мы продали его в рабство, но он возвращается мужчиной. Мы продали его пацанам. Привет! Привет, Галатам 4! Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Другими словами, это не важно, сколько веры ты практикуешь, сколько писаний ты запомнил, сколько даров ты проявляешь. До той поры, пока ты дитя, ты ничем не отличаешься от раба. Пока ты ребенок, мы в таком восторге. О, я знаю свое предназначение. Да не важно, что ты не найдешь свою судьбу на этой конференции, тебе от этого все равно пользы не будет, если ты еще дитя. Все пытаются выяснить их судьбу и предназначение. Это не поможет тебе, пока ты малыш, пока ты все еще разбираешься с вопросом греха, пока ты все еще пытаешься спастись, пока ты все еще пытаешься перестать скатываться, пока ты пытаешься лишь пробраться в Царствие Божье. Пока ты младенец, ты не отличаешься от мира. Фактически, Библия говорит, что ты под пофичителями и домоправителями. Мир научит тебя некоторым вещам, которым церковь не может научить. До той поры, пока ты остаешься младенцем. Дайте покажу вам пример. Я вырос в доме, в котором было преимущество состоятельности и преуспевания. На нас работала служанка из Весты Индии, мать Роман, милая женщина. Однажды мне было 10-11 лет, может, 10, даже 9. И я стоял на табуретке, таская конфеты из вазы. А она с Ямайки. И я тащу конфеты из вазы и пихаю в рот весь зеленый уже. И она заходит туда и говорит, «Пацан, ты что там делаешь? Лучше тебе быстренько спускаться оттуда быстрее, пока я не всыпал на тебя хороша». И я посмотрел на нее и сказал, «Чего? Это мой дом. Моя семья оплачивает здесь за все. Это наш Роллс-Ройс, а вон там твой автобус. Не разговаривай так со мной? Всего минут 10 у нее ушло, чтобы вернуть меня в чувства». Потому что ямайцы, на них дух особый. И я кое-что понял. Несмотря на то, что я был наследником во всем том, до той поры, пока я был младенцем, я ничем не отличался от слуги, хотя я и был господином всего. Проблема в том, что церковь утвердила, кто мы есть, но не дала нам зрелости двигаться в этом. Так что мы дети. Переговариваемся, гордые, надменные. Говорим людям, «Провозглашай и отбирай». Ходим, думая, что все это принадлежит нам. Однако мы не воплотили. Наша жизнь недостаточно зрелая, чтобы ходить в том, что Бог легально дал нам. Принадлежит ли это нам? Да. Имеем ли мы на это право? Да. Наша ли это? Да. Получишь ли ты это? Нет. Пока ты не вырастешь и не станешь достаточно зрелым, чтобы справиться с этим, когда ты готов к благословению, чтобы это не стало гордостью и не спровоцировало надменных, но приведет к смирению ради пользы Царства Божьего. Позвольте мне перевести вас на следующий уровень. Вернемся к юбилейному году. Библия говорит, что когда Соломон посвящал свой храм, 120 труп, в день Пятидесятницы, 120 труп, услышь меня, это надо понять, следите за мной, следите за мной, мы движемся, мы движемся, давай быстрее. Каждый 50-й год, это юбилейный год. Юбилейный год, звук трубы, потому что дитя выходит из нищеты, выходит из рабства, возвращается домой, работать на своем собственном поле, чтобы начать применять в своей собственной земле то, что по праву принадлежит ему. Он уходит с ребенком, возвращается зрелым. Всполна восстановлен в образ его отца. Что мы потеряли в саду, было подобие Божье. Мы потеряли духовную власть, которую обладал Адам. Мы потеряли владычество и силу. Бог хочет вернуть это. Но все, что потерял Адам, был сад. Мы получаем весь мир. Нам возвращают не только то, что мы потеряли, мы получаем обратно больше, чем мы потеряли. Поймите, мы получаем с процентами. Каждый 50-й год, следите за мной, каждый 50-й год, это год юбилейный, каждый 50-й год труба звучит. От времени Адама до Иисуса прошло 4000 лет. 50 умножить на 80, это 4000. Ты говоришь, я не люблю математику. Вот поэтому все эти православные священники, это... Смотри. 50 умножить на 80, будет 4000. От Адама до Иисуса прошло 4000 лет, или 80 труб прозвучало. 80 юбилеев, 80 множителей на 50. От времен Иисуса до ныне прошло 2000 лет. Это еще 40 труб. Так что со времен Адама и до ныне прошло 120 труб. И при последней трубе, «Ибо воздрубит, мы изменимся, смертное сие в бессмертии». Последняя труба, это когда церковь снимет с себя смертное, плотскую природу и станет воистину тем, что они есть, духовными. Они перестанут пытаться получить вещи, и они получат Бога. И вторичный результат обретения Бога, это Бог, дающий тебе вещи. Через минутку я начну проповедь. Дайте мне минутку, дайте минутку, но должно быть больше в этой проповеди, чем уже есть. Так что в год юбилейный мы выходим в большее измерение Божьей славы. Есть больше, чем ходить в церковь всю жизнь. Что ты говоришь, есть больше. Ты думал, ты рехнулся, ты говоришь с другими христианами, и ты начинаешь делиться с ними своим сердцем. Они смотрят на тебя в стиле «Ну, благословит тебя Господь». Да, как мило. Ох, Он говорит к тебе, неужто? О, да. И у тебя видения. Да, и сны. И ты видишь ангелов, не так ли? А как они в точности выглядят? О, как мило. А ты ходишь повсюду думая, слушай, где берут эти таблетки? Где? Может быть, что-то не то со мной? Тридцать крат, шестьдесят крат, сто крат, внешний двор, внутренний святой, святых пасхо, пятидесятница кущи. Куща — это полнота праздника, пятидесятница — это начало праздника. Проблема в церкови в том, что мы в восторге от начала праздника. Пятидесятница — это начало праздника, это лишь начало праздника, это лишь начало праздника. Мы счастливы лишь о начале праздника. Бог говорит, погодите, это лишь начало урожая, это лишь залог, это лишь обещание, это лишь начало того, что я сделал, Это не полнота, это лишь начало. Настоящая радость — это лишь конец праздника. Начало лишь означает, что первый плод святый полно принадлежит мне. Ты должен радоваться, потому что если первый плод свят, то и вся заквязка святая. Если я освятил некоторых, то я освящу всех. Если я спасу некоторых, я спасу всех. Пойми, в этом сердце Божье. Бог говорит, если я плету некоторых, то плету достаточно. И некоторые — это все, что мне надо, чтобы начать что-то. Потому что малая закваска заквашивает все тесто. Мне надо лишь получить некоторых, чтобы всю закваску заполучить, потому что это все равно мне принадлежит. Мне не нужны многие, нужны немногие, чтобы получить то, что и так мое. Так что Пятидесятница — это начало Божьего урожая, не конец. А мы тут вечеринки заказываем. Ух, я Пятидесятник. И мы разбиваем себе лагерь в празднике, вместо того, чтобы пережить его и двигаться дальше к кущам. Пятидесятницу можно праздновать в горнице, но кущи можно праздновать на улице, потому что комната не вместит этого. Комната недостаточно велика, чтобы вмещать то, что Бог хочет сделать. Что Бог хочет сделать для тебя, не может вместиться в банковский счет, который ты открыл. Это не вместится в дом, в котором ты живешь, это не вместится в тело, в котором ты. Это не вместится в церковь, которая у тебя. Это вырастет больше, чем эти четыре стены, больше, чем эта конференция, больше, чем что ты получил в прошлом. Это может лишь только возрастать. Так что есть большее измерение, больший уровень за этим. 30 крат, 60 крат, 100 крат. Внешний двор, внутренний, святой, святых, бак, 50-ти кучи. Первая зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Вера, надежда, милосердие. Послушайте, снова и снова. Водное крещение, крещение духом, крещение огнем. Ребята, это в книге. Молоко, слово, хлеб, слово, мясо, слово Божьего. Иисус Христос, Господь, священник, пророк, царь. Отец, Сын, Дух Святой. Нитка втрое сгреченная не рвется. Давид был помазан один раз сражаться с медведем, второй раз править Иудой, третий раз править всем Израилем. Иосиф получил три одежды. Первую ему дал его отец, вторую дал Патифар, а третью дал царь. Русь собирала остатки с поля 30 крат. Боос подумал, что она ничего, и сказал оставлять ей лучшее от поля, 60 крат. Она вышла за Боозой и получила все поле. Сто крат. Ты размениваешься на лучшее от поля, но проблема в том, что Бог не хочет, чтобы ты разменивался на лучшее от поля. Он хочет, чтобы ты владел полем, и пусть кто-то другой пожинает его для тебя, пусть кто-то другой работает на нем для тебя. Могу я повезти вас? Я просто наслаждаюсь собой. Вы что-то тут делаете со мной? Я использовал этот пример в церкви епископа Пирсона около 8 месяцев назад, и с той поры я жалею о содеянном, поэтому я использую его снова. Потому что это глубокое переживание. Это глубокий пример. Библия говорит, что ты получаешь Духа Святого. Мы в таком восторге от Духа Святого, как будто бы это самое лучшее, что может случиться. Ух, Дух Святой это самое лучшее в моей жизни. Нет, это не так. Это начало самого лучшего, что когда-либо может случиться. Это не лучшее. Есть большие вещи. Как смеешь ты шортить на Боге и говорить, что ты уже пережил самое лучшее? Когда ты получил Духа Святого, ты лишь получил залог. Залог означает залог. Все знают, что когда идешь покупать дом, надо отдавать залог. Залог означает, что ты серьезен. Залог говорит, что ты не балуешься. Залог означает, что ты не тратишь. Потому что некоторые из вас, теперь, когда ты идешь, они проверяют твою кредитную историю, прежде чем показывают. Потому что некоторые из нас, мы играем с людьми, денег на счету нет, а ты звонишь. Я хотел бы назначить встречу, посмотреть... Посмотреть вон тот дом на горе, вон там. Ты одеваешь самую лучшую одежду, денег нет, а ты занимаешься шопингом по домам, выбираешь что-то. Ты пытаешься вкусить это. Прогуливаешься, знаешь, что у тебя нет денег. Ой, как мило. Ну, дом не соответствует моей персоналии, но спасибо большое за ваше время. Лживый дух. Назовем это верой. Вера. Итак, что случается? Ты можешь пойти в дом и оставить залог в 250 тысяч долларов, а дом, например, 350 тысяч. Это большой залог. Но если ты не выплачешь остальное, ты все равно потеряешь дом. Не важен размах залога, если ты не выплачиваешь остальное. Проблема с церковью в том, что мы в восторге от залога, но после этого ни одного платежа не было. Мы не сделали ни одного платежа с той поры, но мы продолжаем всем рассказывать о залоге. О, я получил, я получил. Залог, заклад. Это все, что мы получили. Залог нашего наследия. Это залог, но это не полнота. Это проявление 60-ти крат, но не полнота того, что Бог делает для нас. Однако, Он не может дать нам большее, потому что мы слишком заняты строительством церквей, посвященных 60-ти. Празднуя 60-ти. И Бог говорит, я призвал вас к большим измерениям. Итак, вот мой пример. Я холостяк. Мне не позволено жениться. Я епископ в православной церкви. Традиция. Мы призваны к монашеской жизни. Но если бы мне было позволено жениться, я бы не одел какое попало кольцо на мою жену. Никаких стекляшек. Прежде всего, почему не одевают кольцо со стекляшкой, как я учу в моей церкви, что если мужик передумает, девушка оставляет кольцо себе? Так что если он одевает ей стекляшку, всего за пару сотен долларов, он ничего не потерял. Ну, остался без галстука и рубашки. Все. Так что проверь, чтобы там было как минимум 4 карата. Как минимум колечко за 25 тысяч долларов. Таким образом, если он уйдет от тебя, передумает, пока ты исцеляешь свое разбитое сердце, оплати первый взнос за БМВ. И когда ты поедешь на БМВ, я гарантирую тебе, это поможет в служении восстановления. Ты будешь помазана. Вот посмотришь, как быстро высохнут твои слезы, и твое разбитое сердце исцелится. Сет, я показал тебе таинство. Но если бы я собирался жениться, я бы полетел в Россию, я бы полетел в Санкт-Петербург. Оттуда я бы поехал в горы, в горы в России, где есть камни. Я бы выбрал неграненный бриллиант, несколько карат, наверное, в 12. Я бы отправил его в Австрию, потому что к моменту, пока его огранят, останется лишь, может, 6 карат. Когда будут гранить, я скажу, прежде всего, я хочу огранку принцесса, потому что я хочу, чтобы каждая грань бриллианта сияла. И пару триллиантов по сторонам разместить. И обязательно литер-си по цвету, потому что я хочу, чтобы он был бесцветным. Я хочу, чтобы он был без изъянов, без изъянов, потому что он должен быть идеальным, прямо как она. Это женщина, которой я проведу всю оставшуюся жизнь. К моменту, пока вы ограните его, я не хочу вставлять его в золотое кольцо, поставьте в платиновое, это будет платиновое колечко. Когда закончите, положите в коробочку, я положу ее в карман, полечу обратно в Америку, найду шикарный лимузин, подъеду к ее дому, скажу, поехали, садись в машину. Мы садимся в машину, едем в аэропорт, я забронировал бизнес-класс до Парижа. Откуда моя семья? И не на Конкорде. Мы полетим туда другим самолетом, потому что я хочу ее безопасности, я не хочу, чтобы она боялась. Мы летим в Париж, выходим в Париже, там нас ждет лимузин, мы садимся, и я говорю, отвези нас на Шонс-де-Лизе, недалеко от Триумфальной арки, там недалеко маленький ресторан за углом, который называется Шер-Морис. Я звонил туда уже и сказал, играйте тихонько вивальти в качестве фона. Свет приглушите, и поставьте бутылочку Дон Перион Чилен. Я православный, не парьте меня, это ваши проблемы. Там, немного в углу. Я сделаю заказ за нее, ей не придется выбирать, я скажу, нам нравится. Мы немного поужинаем, и в конце ужина я полезу в карман и выну коробочку, она начнет нервничать, она знает, что вот-вот случится, и как говорят на Ямайке, я скажу, буяка! Я временно вслеплю ее яркостью бриллианта, она будет плакать. Она будет плакать при всех людях, от этих расходов, салфетки и прочее. Она скажет, согласна, потому что любая мудрая женщина так сказала бы. Я только что одел ей на палец колечко в 58 тысяч долларов. Это дорого. Это не игрушки. Это колечко лишь залог. Я по-прежнему не могу наслаждаться всеми преимуществами наших отношений. Мы не женаты. Пойми, некоторые из вас пытаются принять полноту преимуществ своих отношений с Богом, но все, что у тебя есть, это залог. Ты пытаешься в эти сферы, которые зарезервированы лишь для тех, кто сполна посвящен Ему во всем. Ты пытаешься потребовать чего-то от Бога, нечто, на что у тебя нет прав. Ты думаешь, что просто от того, что ты говоришь языками, я смог правильно выдать два пророчества, и увидел небольшой сон, и заучил пять стихов, что ты имеешь доступ к полноте привилегий в Божьем Царстве. Я здесь, чтобы сказать тебе, ты не прав. Это кольцо должно быть достаточно большим, потому что оно обозначает, что у меня серьезные намерения. Когда ты даешь залог на дом, это значит, что ты серьезен. Зачем большое? На случай, если она пойдет в церковь, а меня там нет. И какой-то молодой притчер будет в восторге, холостой, посмотрит и скажет, вроде я вижу свою жену, когда она поднимет свою руку в поклонении. Кольцо должно быть достаточно большим, чтобы показать ему, нет-нет, посмотри вон в ту сторону, здесь уже поздно. Она идет в магазин, а какой-то молодой врач идет со смены и думает, а она красивенькая. Когда она потянется за дыней, или еще зачем, томатами или капустой, брюлик должен быть достаточно большим, чтобы ему даже и не пришлось подходить поближе. Пойми, то же самое, Бог запечатлел нас своим Духом Святым, чтобы когда дьявол говорит, я хочу тебя, каждый раз, когда ты начинаешь, это показывает дьяволу, их нельзя трогать, их уже взял Бог, они уже принадлежат Богу, он уже пометил их, он серьезен, они его, и это серьезно, их нельзя трогать, потому что они принадлежат Богу. Это залог, но это не полнота, потому что настанет день, когда мы сыграем свадьбу, и помолвка будет недолгой. Мы вырастим на новый уровень. И когда я женюсь, я не буду одевать дорогое кольцо ей на палец, я одену простое кольцо. Кто-то скажет, что? Епископ Аш, это неправильно, почему ты не оденешь ей на палец что-то дорогое, потому что она получает нечто намного более дорогое, чем цена того кольца, что? Меня. Она получает Меня. Люди скажут, что-то у тебя простенькая коричка, она скажет, погоди, пока мужа увидишь, это кольцо ничто. Мы в таком восторге о Духе Святом, но не навеки у вас будет Дух Святой. Нет? Библия говорит, что он с вами до дня искупления. Вы запечатлены Духом Святым до дня искупления вашего. Вся цель Духа Святого — это сохранить тебя. Да коли Иисус примет тебя в себя, пока ты не восхищен в полноту Его, пока ты возрастешь в Него, в меру полного возраста Христова, когда ты возрастаешь в Него, тебе не нужен Его Дух, Его Дух возвращается к Нему, потому что теперь это абсолютно нормально быть, как Он. Больше нет потребности во внешней силе, потому что ныне ты соединен с Ним, ты напрямую соединен с Ним, как часть Его тела. Поэтому тебе не нужно ничего внешнего, потому что теперь ты стал частью этого. Ты есть Его тело, взаимоскрепляемое связями, проявляя вместе полноту Его славы. Он есть глава церкви. Вот почему, когда Иисус сказал, «У лис есть норы, и у птиц гнезда, но Сыну Человеческому негде преклонить голову». Он не говорил о том, что Ему негде спать, Он говорил, что церковь, тело Христова, недостаточно зрелое для того, чтобы возложить на Нее главенство Иисуса. Ему нужно зрелое тело, чтобы Его глава почивала на Нем. И я заканчиваю. Держитесь со мной еще пять минут. Залог. Но нам надо хотеть больше. Мы удовлетворились залогом. Мы кричим о залоге. Мы жаждем залога. Мы ликуем о залоге. Мы сражались за залог. Мы спорим вокруг залога. Мы режем друг друга из-за залога. Мы не соглашаемся и начинаем новые религии вокруг залога. Но мы так и не двинулись к полноте того, что Бог имеет для нас. Вы разменялись на это. Но Бог говорит, «Настало время перестать быть малыми детьми и подростками. Настало вам время стать отцами. Пора вам уже перестать быть во внешнем дворе или во святом. Настало вам время быть во святом святых. Позвольте мне сказать вам, что Бог повелел первосвященнику». Бог повелел первосвященнику. Когда Бог сказал Маитею построить Ковчег Завета, Он сказал им, «Послушай, когда строите святой святых, размеры должны быть 10 на 10 на 10 или 1000 кубических локтей. И когда туда поставишь Ковчег Завета, там будет достаточно места только для одного человека. Там не много места. Там есть место только для одного человека. Места хватит лишь одному там. Так что все мы не можем туда войти. Фактически, никто из нас не может туда войти. Лишь один человек может пойти во святое святых. Единственное, как ты можешь пойти, это тебе надо стать частью одного человека. Ты должен соединиться с его телом. Ты не можешь войти с собой. Ты должен войти им. Ты не можешь пойти как ты, ты должен входить как он. Ты не можешь войти в твоей ситуации, ты должен войти как он. Так что на самом деле, выход на следующий уровень, или желание большего, это церковь, говоря чья я перестаю быть собой, когда Библия говорит, это народ мой, который именуется именем моим. Моим именем, не их именами. Народ мой, который именуется именем моим. Видишь, проблема в том, что ты называешь себя своими именами, но тебе надо называться его именем. Если смирится народ и будет молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, позвольте мне сказать вам, проблема с поиском его лица в том, что есть парадоксальное восхождение. Если я ищу его лица, Библия говорит, что никто не видел Бога, и остался жить. Но он говорит, не искать его. Но если я взыщу его, я умру. И однако он говорит, ищите его. Но если я взыщу его, я умру. И все-таки он говорит мне, я хочу, чтобы ты искал лица моего. Но если я увижу лицо твое, я умру. Бог говорит, до тебя еще не дошло. Если ты увидишь меня, ты умрешь. Ты умрешь к своим нуждам. Ты умрешь к своих желаниям. Ты умрешь к своей плоти. И я буду жить в тебе. И ты станешь как я. И ты будешь поглощен в мое тело. И когда я войду во Святое Святых, которое нельзя осквернить, ты войдешь в Моим присутствием. До вас доходит это? До вас доходит это? Так что, когда ты входишь в полноту Его присутствия, когда ты входишь во все, что Бог имеет для вас, ты стремишься к цели, к почести высшего звания, ты не размениваешься на меньшее призвание, ты идешь к высшему призванию. Единственное, как ты можешь прийти к высшему званию, это ты должен перестать быть собой и стать им. Это сто крат, сто крат, это праздник кущей. Праздник кущей — это полнота Бога. Не мера Бога, это полнота Бога. Мы размениваемся на меру. Когда Библия говорит, исполняйтесь полнотой Божией, прикоснись кому-то и скажи полнота. Полнота. Святой Григорий Ницкий говорит, Бог есть корон, корон, а означает тот, кто объемлет все. Только Бог есть акиретус, хотя Он и вмещает все, Его ничто не вместит. Ничто не может вместить Его, хотя Он и вмещает все. Только Бог может собрать все в себя, и Он никогда не станет два или три или четыре. Бог единственный, кто всегда может быть единственным, всегда быть единственным, несмотря на то, сколько уже вместилось в Него, потому что Он невместим, но может вместить все. Так что недостаточно обрести Бога в себе. Цель, ради чего Он есть в тебе, в том, чтобы Бог мог принять тебя в себе. Он вложил достаточно в тебя, чтобы привлечь тебя в себя, потому что ты сам по себе не мог прийти. Так что Он влагает себя в тебя и после запечатывает это. Он запечатывает, чтобы когда Он будет влечь себя обратно, к себе, ты влип. Ты влеком тем, что Он вложил в тебя. Бог так все устроил, что Он не может быть полнотой. Он не может наполнить все без тебя. Он преднамеренно вложил себя в тебя, чтобы когда настанет время Ему быть Богом, наполняющим все во всем, Ему придется привести тебя тоже. Так что когда Он скажет, что теперь настало время мне стать итогом всего, что Ей, все, во что я запечатал себя, входит в это. Дабы я не потерял ничего из этого, они входят в Меня, потому что я вложил себя в них. Вот почему Иисус говорит, что вы в Отце. Я в вас, вы во Мне, мы в Нем. Дабы когда ты окажешься в Нем, когда ты окажешься во Святом Святых, когда ты заберешься во сто крат, когда ты окажешься в следующем уровне, тебе это уже не возбуждало. Твоя хвала уже не результат твоих эмоций, это результат знаний. Что означает, что это уже никогда не изменится, это уже не потеряешь, это уже не украдешь, это уже не испортишь. Когда ты поклоняешься, потому что ты знаешь, тогда дьявол никогда не сможет украсть твое поклонение. Есть времена, когда ты поклоняешься, и есть времена, когда ты не поклоняешься, потому что твое поклонение зависит от обстоятельств, от твоих чувств. Потому что ты действуешь из 30 и 60 раз, но когда ты становишься Отцом, ты знаешь Его. Неважно, на что это похоже, я знаю его, неважно, как вкладывается ситуация, я знаю его. Неважно, как все оборачивается, я знаю его. И знания его удовлетворяет меня достаточно, так что все, что мне надо, это он, и только он. Я начинаю с ним, я заканчиваю с ним, я начинаю с ним и заканчиваю с ним. Он есть альфа, он есть омега, он есть начало, он есть конец. Он автор и завершитель. Он в нас. Должно быть стремление в вас к большему. Должно быть нечто в каждом мужчине, женщине, мальчике и девочке, что говорит Бог, я хочу больше, чем у меня есть. Теперь мне... Позвольте закончить. Можно закончить теперь в заключении? Я заканчиваю прямо сейчас. Откройте со мной книгу Бытия. И я закончил, я закончил, я закончил. Давайте убьем святую корову. Еще одна святая корова, и я убираюсь отсюда. Я обещаю, я больше не буду вам мешать. Третья глава, Бытие 3. Стих 23. Это хорошо. Потому что у нас этот стих совсем перевернут. Вы знаете, иногда было бы полезно, если бы мы действительно читали Библию. Потому что здесь нужно возвращаться в оригинал на иврите. Потому что иногда при переводе с этого с языка на язык, пытаясь сделать это понятным, другие переводы умоляют, и короля Иакова, вероятно, здесь ближе, чем любой другой перевод. Послушайте, что здесь говорит, в тихо 23. Выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, с которой он был взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы хранить путь к дереву жизни. Многие переводы говорят, чтобы охранять путь к дереву жизни. Но хранить, вероятно, лучший перевод. Хранить — это правильный перевод. Заметьте, не сказано, чтобы не пустить человека обратно. Видите, нас учили, что Бог поставил ангела с мечом, чтобы не пустить нас обратно в сад. Я здесь, чтобы не согласиться с вами. Бог поставил ангела там. Послушайте текст, чтобы хранить путь. Не пускать человека. Библия не говорит, ангел был поставлен, чтобы не пускать человека обратно. Ангел был поставлен туда, чтобы убедиться, что у человека есть обратный путь. Он был там, чтобы хранить путь в сад Эдемский. Откуда ты знаешь, епископ Аш? Потому что у него был меч огненный. Привет, меч, Слово Божье. Привет, Слово Божье. Это меч обоюдоострый. Служители, его огонь пылающий. Давай. Привет, кто-нибудь. Меч, когда мужи Божьи проповедуют Слово Божье, это вход обратно в сад, из которого мы были выгнаны. Так что в сад, из которого мы были выгнаны, теперь имеем доступ к нему в полноте Царствия Божьего. Вы получаете не только то, что потеряли. Идете обратно и требуете все, что потерял Адам, и получаете больше, чем он потерял. Это получение того, что он потерял, и больше. Это получение того, что он потерял, и больше. Вы получаете не только то, что он потерял, вы получаете больше, чем он потерял. Вот почему Адам жил тысячу лет. Вы знаете, почему Адам жил тысячу лет, почти тысячу лет? Потому что Адам исполнил за свою жизнь. У него был полный доступ, полное использование его ума. Он сполна помнил все, что происходило на небе. Продолжительность жизни человека связана с его использованием ума. Сегодня мы используем лишь 10% нашего мозга, и мы живем лишь 10% жизни, которую прожил Адам. Библия говорит, в день, в который ты вкусишь от него смертью, умрешь. Адам не умер в тот день. Кто-то говорит, это было духовно. Это было духовно. Но и естественно тоже. Библия говорит, что с Господом один день. Как тысячу лет. Адам не жил тысячу лет. Старейший человек Мафусола не жил тысячу лет. Никто не прожил полного дня, с той поры, как непослушание пришло. Почему вы думаете, тысячелетнее правление Христа именно тысячу лет? Потому что он должен преодолеть всех врагов и последнего врага смерть. Так что когда он преодолеет смерть, которая есть большая мера Божьего обеспечения, будут люди, которые явят полноту Его Царствия, тебе это может не нравиться, но это в книге, и если это в книге, это правда. Вы слушаете меня? Так что это всего лишь правда. Будут люди, которые проживут день, но прежде всего они должны продвинуться от детства к зрелости, они должны покинуть плотские сферы ради духовных, ибо помышления плотские истут смерть, а помышления духовной жизни — мир. Так что тем, чем быстрее ты сможешь оставить старое и двинуться к новому, тем быстрее Бог может начать обновлять. Он справился с этим. Восстановить, обновить, перепосвятить, возобновить, возместить. Все это примирение, обновление. Прежде всего, позвольте сказать вам, что значит обновить. Библия говорит нам, что вам нужно обновить ваш разум. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Ты не можешь обновить то, чего у тебя никогда не было. Послушай, ты не можешь обновить подписку на журнал, если у тебя не было подписки на журнал. Когда Библия говорит обновлением ума, ты не получаешь новый ум, ты получаешь разум, который у тебя был в Боге, прежде чем ты появился в твоей матери, Потому что ты был познан в нем, он сказал Иеремии. Прежде чем ты был во чреве матери, я знал тебя. Ты был избран в нем до основания мира. Ты пришел через твою мать, но ты пришел от Бога. Ты не тело с духом, ты дух с телом. Этот ум содержит воспоминания о таинствах Божьих. Поэтому нельзя примирить семью, если брак не был заключен. Невозможно примириться с кем-то, с кем ты не был в браке. Но если ты был женат, ты можешь восстановить отношения. Причина, почему люди не спасаются, в том, что мы пытаемся примирить грешников и говорим им, что они встречаются с Иисусом впервые. Они не впервые встречаются с Иисусом, мы возвращаем их к Творцу душ, их. Мы возвращаем их к тому, кто изначально сотворил их. Потому что Иисус источник всего. И это восстановление, перепосвящение, это обновление, возрождение, освящение, освежение приходит от присутствия Божьего. И когда это происходит, это происходит в результате того, что люди меняются от славы в славу. Так что, когда мы облекаемся во смерть, мы облекаемся в Его смерть, почему мы не должны умирать, потому что Он умер, чтобы нам не пришлось. Вот почему всегда есть больше. Если ты разменяешься на то, где ты сейчас, то ты никогда не увидишь, что Он имеет для тебя. Получение обещанного от Бога не имеет никакого отношения к тому, сколько стихов Писания ты заучил. Это имеет отношение к тому, зрел ты или нет, чтобы справиться с благословением Божьим. Каждый родитель хочет, чтобы их дети имели все, что есть у них самих. Но они не дадут детям этого, пока им 5 лет или 15 лет, потому что они знают, что дети растрятся с это, спустят это, растранжирят. Так что родители ждут, пока дети возрастут и будут способны управлять этим. Бог хочет дать нам в этом Его благоволение, чтобы дать нам Царствие, но Он не может дать нам Его сейчас, потому что мы слишком плотские, мы слишком богохульные, мы слишком отступники, мы слишком наполнены сплетнями, мы слишком наполнены эго и гордыней, которые не допускают нас в присутствии Божьи. Мы не можем достичь, потому что мы не верны в том, что Бог дал нам. В заключении, окончательное заключение, настоящее. Все это. Зачем это все происходит? Первый день для человека был последним Божьим днем. Когда Бог сделал человека на шестой день. Первый день жизни Адама был седьмым днем. Седьмой день был последним днем Бога. У Бога. Первый день человека был суббота. Изначально человек был сотворен отдыхать. Человек не был сотворен для работы. Он был сотворен отдыхать. Он был сотворен, чтобы быть в месте знания о том, на что способен Бог. Его работа на седьмой день была посмотреть на все то, что Бог сотворил. Посмотреть на все, что Бог сделал. Созерцать все, что Бог сотворил. И отдыхая, потому что то, как Бог все обустроил, Адаму не надо было ничего делать. Не надо? Нет. Ему просто надо было воспринять. Бог сделал, что все было беременно самим собой. Адаму не надо было сажать яблони. Яблоня так устроены, что плоды автоматически содержат семя, падают с дерева. И она сама себя насаждает. Птицы прилетают, съедают семя и уносят его. Бог посылает ветер, ветер покрывает их землей, появляется дождь, поливают сад и от этого рождаются. Все творение было обустроено так, чтобы заботиться о себе само. Человеку лишь надо было подходить и проверять, чтобы все красиво выглядело. Его работа была ходить вокруг и удостоверяться, что все выглядит идеально. Работа Адама была садовник, и он испортил сад, он потерял его. Вот почему, когда Иисус воскрес на третий день, когда Мария Магдалина пришла, когда она увидела его, первое, что она говорит, я подумала, что это садовник. Я не знала, что это был Иисус. Он и был садовником. Ты знаешь, он пришел, чтобы восстановить сад, который Адам осквернил. Вот почему Иисус и был сыном плотника. Потому что он и плотником тоже будет. Он будет пасынком плотника, потому что он построит Богу дом, который руками разрушить нельзя. Такого на книжном столе не купите. Вы что, не смотрите на меня искоса? Кто-то из вас говорит, пожалуйста, хватит. Просто складывай в кулечек, я заканчиваю прямо сейчас. Итак, что есть следующий уровень? Следующий уровень — это осознание Бога. Я благодарен Тебе за то, что Ты дал мне. Я благодарю Тебя за то, что Ты сделал. Я благодарю Тебя за то, что у меня есть. Но я готов двинуться на следующий уровень. Начало начинается, когда ты решаешься в уме, что того, что ты имеешь, недостаточно. Когда ты перестаешь быть беспечным на Сионе, когда ты перестаешь быть удовлетворенным тем уровнем, на котором ты ходишь, когда есть что-то внутри любого из вас, что говорит Бог, я не могу оставаться там, где я есть, я не могу оставаться на этом месте. О, Господи, мне кажется, что я теряю рассудок, потому что я в отчаянии от всего, что я прохожу внутри святилища моей души. Я жажду большего уровня. О, Бог, я знаю, что есть место в Тебе, которого я еще не видел. Есть место в Тебе, которого я еще не ощутил. Бог, не оставляй меня так. Я не могу так оставаться. Мне нужны большие уровни. Мне нужно большее помазание. Я знаю, что должно быть больше. Я знаю, что есть высоты выше. Я знаю, что есть глубины глубже. О, Иисус, я не могу оставаться в этом месте. Ты должен дойти до такого места, где ты говоришь, не оставь меня здесь, но поведи меня выше. Возьми меня на следующий уровень. О, Иисус, мне нужна большая мира Твоего присутствия. Тебе надо посмотреть в его лицо и сказать, я устал разбираться с вопросом греха. Я устал, что проповедники говорят мне, что надо жить правильно. Я решил. Я решил, что вопрос греха решен. Мне не нужна еще одна проповедь и не нужна еще одна конференция. Я знаю, что буду спасен, потому что есть решение быть спасенным. Я знаю, что буду жить правильно, потому что есть решение жить правильно. Не тратьте свое время, проповедники. Возвращай меня к 30 крат. Я готов к большему помазанию. Я готов к большему излиянию. Я готов к большему проявлению. Я готов к большему излиянию. О, Иисус, не оставь меня здесь. Должно быть больше, нежели уже пережитое нами. Возьми меня на следующий уровень. Отведи меня к большей мере. Отведи меня к большему излиянию. Скажи «Да». Скажи «Да». О, Иисус, есть место в Боге, которого мы еще не видели. Не видел того глаз, не слышал от того уха. не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Но нам Он явил это Духом Святым. Но нам Он явил это Духом Своим. Ибо Дух исследует все, даже глубины Божьи. Перестань позволять людям говорить тебе, что проблема в том, что ты слишком глубок. Посмотри на них в ответ и скажи «Проблема в том, что ты недостаточно глубок». О, Иисус, потому что есть место в Боге, которого ты еще не видел. Есть уровни в Боге, которых ты не переживал. есть место в Боге, которого ты еще не проявил. Ты знаешь, потому что ты беременен этим. Твой Дух готов проявить больший уровень. Твой Дух готов высвободить большее излияние. Твой Дух говорит, О, Бог, должно быть больше, чем это. Я спасся не для того, чтобы заполнять лапки. Я спасся не для того, чтобы сидеть на стуле. Есть предназначение, есть цель, есть план. Двинь меня выше, взрасти меня, дай мне прийти к зрелости, дабы я мог быть пригодным для Божьего употребления. Мы раньше пели, «Господь, я доступен для Тебя». Правда в том, что мы не воистину доступны, не на Его условиях, мы доступны на наших условиях, но есть место, когда ты перестаешь быть собой, и ты становишься как Он. Есть место, где ты свергаешься ветхого человека и облекаешься нового человека. Есть история. «Позвольте мне помочь вам здесь». Если пчела прилетит в эту церковь, эта пчела будет иметь вид смерти. «Она будет черно-желтая». «Она будет черно-желтая». «Она прилетает сюда» и начинает летать здесь. «Люди начнут сходить с ума». «Ну, женщины точно». «Они испугаются букашки». «Ну, скажем, пчела укусила моего брата здесь». «Его рука опухнет, в ней будет боль». «Его лицо исказится». «Его рот пересохнет». «Он почувствует яд, который попал в его тело». «Но эта пчела не остановится на этом. Она полетит вот сюда и будет там где-то над кем-то из вас, и вы испугаетесь ее, потому что, когда вы смотрите на нее, она выглядит как пчела. Внешне это пчела. Вы будете отмахиваться от нее, но когда она подлетит и жалит кого-то еще, когда она жалит его, она не может навредить ему, потому что, когда она жалила его, она оставила в нем свое жало. Поэтому, когда Иисус был на кресте, и смерть пришла, и смерть жалила его, он сказал, «О, смерть, где твое жало? О, ад, где твоя победа? Когда ты оказываешься в нем, тебе не нужно платить за это свой должок. Тебе не придется разбираться с этим самому. Он сделал это. Он заплатил цену. О, Господи помилуй! Вот почему. Я никогда не забуду. У меня есть друг с киноиндустрией. Он пригласил меня в Голливуд и сказал, «Епископ, я хочу, чтобы ты посмотрел, как я снимаю кино». Я говорю, «Хорошо». Он довольно известен и популярен. И однажды он снимал вестерн. И когда он был наверху в ступени, кто-то был готов ударить его. И когда он готовился ударить его, я слышал, как режиссер сказал, «Снято!» и он сошел со ступенек, спустился вниз, сел в свое кресло, скрестил ноги. Другой человек, одетый прямо как он, поднялся и встал на то же самое место. И я услышал, как режиссер сказал, «Мотор!» И когда он сказал, «Мотор!» Тотух откинулся и ударил второго. Этот скатился три лестничных пролета, лег внизу. Слышу, снова «Снято!» Этот встает хромая, синяком. Ему больно. И внезапно звезда ложится на то же самое место, где был каскадер. Лег в ту же позу. Режиссер говорит, «Мотор!» И звезда говорит, «Ой!» Он не переносил боли, но он стал звездой. Его имя было там. Иисус сказал мне, «В следующий раз, когда дьявол свяжется с тобой, я скажу, «Снято!» Тогда ты отойди, и я встану туда! И я... Займу твое место. Вот почему тебе надо попасть в него. Вот почему тебе надо возрастать. Вот почему тебе надо подниматься выше. Вот почему тебе надо идти на следующий уровень. Скажи «Да!» «Да!» Давай, Болтай, и бухвалу! Давай, Болтай, и бухвалу! Аплодай, Болтай, Болтай!» – Аплодай, Болтай! Цена подниматься. Продолжение следует...